12 вопросов, которые помогут избежать неловкого молчания. Неловкое молчание во время разговора всегда провоцирует дискомфорт. А в такой ситуации оказывается каждый. Все знают, что лучший способ избежать неловкого молчания – начать задавать различные вопросы. Есть 12 универсальных вопросов. Они помогут продлить разговор и узнать полезную информацию о своем собеседнике. Если вернуть время назад, что бы вы сделали или изменили? Этот вопрос поможет не просто узнать что-то новое, а еще продемонстрирует интеллектуальный уровень собеседника. Какая у вас есть причудливая привычка? У каждого человека есть привычки, которые им сложно объяснить. А почему они придерживаются таких привычек? Это загадка. Кто ваш лучший друг? А почему вы так цените его? Благодаря этому вопросу можно узнать о количестве друзей и понять, с кем человек выстраивает свою жизнь. А что лучше – огромное количество денег или взаимная любовь? Этот вопрос очень интересный, и вряд ли кто-то готов на него отвечать сразу. Но любой прямо ответит, какие у него реальные ценности в этой жизни. Кому-то нужны только деньги, другие стараются открыть для себя настоящую любовь. А где вы хотите жить? У каждого человека есть мечта, где он хочет жить и наслаждаться происходящим. Как правило, многие говорят, я хочу жить в доме, у моря. Вполне распространенная мечта, но некоторые люди проявляют фантазию и говорят о своих настоящих и реальных желаниях. Чего вы боитесь в этой жизни? Вопрос такого характера стоит задавать только своим близким или друзьям. Если речь идет о незнакомом человеке, он окажется не совсем тактичным. А какое у вас положительное воспоминание из детства? Большинство людей вспоминают свое детство с теплом и улыбкой. Ведь речь идет о беззаботности, хорошем настроении и желании сделать этот мир немного лучше. Как правило, многие будут отвечать честно. Поэтому неловкая пауза останется в прошлом. Какой самый трудный период в вашей жизни? Этот вопрос стоит задавать только своим близким. Ведь новые собеседники редко готовы делиться подробностями в своей жизни. Но если хочется узнать больше и разговаривать другого человека, такой прием можно применять. Главное делать это своевременно, когда диалог уже начался. Каким должно быть идеальное свидание? Это идеальный вопрос для всех девушек. Они еще с раннего детства придумывают для себя идеальные свидания. Поэтому могут рассказывать о своих реальных желаниях продолжительное время. Для парней это отличный способ узнать предпочтения и настоящие мечты его новой спутницы. Что бы вы хотели изменить в своей внешности? Универсальный вопрос. Но на него многие отвечают холодно. К примеру, большинство людей прекрасно понимают, что пора отправляться в спортивный зал и искать для себя новые возможности для реализации. Кто оказал на вашу жизнь сильное влияние? Это отличный вопрос. Он поможет узнать многое о каждом человеке. Его главное достоинство – он станет неожиданным. Поэтому подготовиться к нему или уйти от ответа будет совсем непросто. Какая привычка сохранилась у вас с самого детства? Вполне простой вопрос, на который все отвечают честно. Интересно, но многие честно расскажут о своих положительных и негативных привычках, которые у них выработались на протяжении жизни. Кому было полезно, подпишитесь на канал и поставьте лайк.